Нина Николаевна Нина Николаевна, с какими нарушениями прав ребенка чаще всего приходится столкнуться в вашей деятельности? Наиболее часто встречающиеся это обращения, связанные с исполнением родителями своих родительских обязанностей, с участием родителей в воспитании детей, споры между родителями относительно места жительства и порядка общения с ребенком. Часто приходит информация относительно трудной жизненной ситуации детей, детей, которые находятся в неблагоприятных и зачастую неблагополучных условиях проживания с родителями, которые ненадлежащим образом воспитывают детей. Вот такого плана обращения мне приходится работать с ними в оперативном режиме. И я сразу ее направляю в комиссии по делам несовершеннолетних, в органы внутренних дел для того, чтобы органы опеки, попечительства, чтобы немедленно выходили по месту жительства ребенка. И в случае, если действительно происходит нарушение права ребенка, ребенок находит в ненадлежащих условиях, то вплоть до того, что принимается решение органам опеки, попечительства об отобрании детей. Вот такие случаи происходят. Чаще всего ставятся родители на профилактический учет, ведется с ним профилактическая работа. Но, к сожалению, иногда бывают ситуации именно кричащие. В Декларации прав по защите ребенка одно из основных право на воспитание в семье. Насколько полно оно реализуется в нашей области? Кстати, наш регион, он существенно, в общем-то, опережает многие регионы Российской Федерации по количеству детей, которые определяются в семье. У нас, если брать абсолютные цифры, касающиеся выявления детей, оставшихся без попечения родителей за год, и устройства вот этой категории детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, то у нас даже последние два года мы больше детей устраивали в семье, чем выявляли за год детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей. И у нас получается так, что если от числа выявленных детей мы 104% детей устраиваем в семье. Это различные формы устройства. Вы знаете, что приоритетной формой устройства для ребенка является усыновление. Вы знаете, что с 1 сентября нынешнего года обязательно подготовка кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, для того, чтобы они могли взять детей. То есть предусматривается некое обучение. В последнее время правоохранительные органы нашей области отмечают рост подростковой преступности. На Ваш взгляд, чем это вызвано? Детская агрессия, она всегда имеет подоплеку того, что происходило с этим ребенком. Если историю этого ребенка смотреть, то обязательно в ней найдутся те условия, основания, при которых формируется такое поведение ребенка. Ребенок, который совершает насилие, который совершает преступления, на мой взгляд, сам был в какие-то моменты жертвой, объектом противоправных действий, которые совершались в отношении него. В 2012 году мы наблюдаем рост по числу преступлений, связанных с насильственными действиями. Практически произошел, если брать аналогичный период, более чем на 30%. Я всегда пользуюсь возможностью донести до граждан такое обращение, чтобы наблюдали, смотрели, не оставляли без внимания ситуации, когда есть какие-то признаки относительно того, что в отношении ребенка могут совершаться какие-то преступления. Нина Николаевна, спасибо за беседу. Спасибо вам.